Живут, как при царе Горохе. Пермская семья вынуждена переживать период самоизоляции при свечах. Больше месяца в их доме отсутствует электричество. В результате люди оказались еще и без связи. Телефоны разрядились. Нет возможности хранить продукты и обеспечивать свои бытовые нужды. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. Да вот так вот и живем. Днем-то готовлю, а вечером со свечками. Я вам фонарик купил. Еще фонарик сын купил. Хорошо, хоть газ есть, говорит Мария Яковлевна. Проблемы с электроснабжением в доме по адресу Ипроновская, 25А начались в ноябре прошлого года. Напряжение понизилось, и бытовая техника стала работать с перебоями. Стирать не могли, даже стереть машину завести. Руками стирала я. Сейчас вообще нет, уже месяц, как раз месяц вообще без света сидим. Вот телефоны разряжать негде сейчас. Живем как камень на веке на самом деле. Капитцария Горохи, 21 век на дворе. По словам Вячеслава, за электроэнергию они платили исправно. До того, как свет пропал, к ним регулярно приходил специалист ресурсоснабжающей компании и снимал показания счетчика. Но как только дом оказался обесточен, Лошкаревы остались со своей проблемой один на один. И вот обращались в Энергосбыт, они нас отправляют в Ленинский район, в администрацию. Те говорят, кто вас обеспечивает, те и должны делать. Эти говорят, что линия бесхозная, мы не будем делать. За комментариями мы обратились к властям. В администрации Ленинского района Перми сообщили, что уже общались с жителями. Линия, которая обеспечивала дом электроэнергии, бесхозная. Ремонтировать ее, по сути, некому. Жителям был разъяснен порядок действий. Речь идет о частном доме, поэтому в первую очередь необходимо получить технические условия на присоединение у ресурсоснабжающей организации. Это нормативный документ, в котором собраны все требования для присоединения к сетям электроэнергии и увеличения мощности. Порядок получения технических условий регламентирован постановлением правительства Российской Федерации номер 861 от 27 декабря 2004 года. В компании Пермэнергосбыт нам сообщили, что абонент по адресу Эпрономская 25А действительно есть в базе. Платит исправно. Но о возникших проблемах никакой информации до сих пор не поступало. Граждане, проживающие по данному адресу, по факту отсутствия энергоснабжения в отделение нашей компании не обращались. Со стороны Пермэнергосбыта никаких действий по обесточиванию потребителя не производилось, поскольку он является добросовестным плательщиком. Если вопрос в присоединении к сетям, то для его решения необходимо обратиться в сетевую организацию. Наша компания заключает с потребителем договор и производит начисления только при наличии подключения к электросетям, то есть физической возможности осуществления потребления электроэнергии. В общем, теперь все участники процесса знают о возникшей проблеме. Есть шансы, что сообща, а вопрос решить все-таки удастся. Жители тогда вернутся к современной модели жизни и смогут пользоваться электроприборами. Татьяна Овсяникова, Денис Хашик, Телевизионная служба новостей.